Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Татьяна и вы находитесь на моем канале, чему я, конечно, очень сильно рада. Также я всегда вас жду у себя в Instagram. Обязательно подписывайтесь, буду рада нашему с вами общению. Я совсем недавно побывала в магазине FixPrice. Насколько вы знаете, я кое-что там искала. Кто смотрел мое прошлое видео, если не смотрели, то обязательно посмотрите. И на сей раз, наконец-то, я смогла найти то, что хотела. Обязательно все вам покажу и расскажу. Желаю вам приятного просмотра. На сей раз у меня всего лишь вот такой один пакетик. Я не стала выносить пол магазина, потому что все время меня ругаете за то, что я пол FixPrice скупаю. Ну, в общем, в этот раз я постаралась максимально только все по делу, что было мне на самом деле нужно. Поэтому не будет очень длинного видео, но тем не менее. Итак, как все вы знаете, сейчас уже в полную силу представлены товары для нового года. Все, что с этим связано на полочках магазина FixPrice можно встретить. И, само собой, я не откладывая в дальний ящик все эти покупки, делаю сейчас их уже сегодня, уже вот в это время. Потому что потом просто половины того, что хотелось бы купить, не будет на полочках. И в связи с этим именно так и рекомендую поступать вам. Итак, что же я увидела на сей раз? Девчонки, вот такая коробочка мне приглянулась. Смотрите, очень красивого, нежного, такого пудрового цвета. Очень красивое на самом деле. Winter Time, насколько я понимаю. Это также снежное кружево, оно там максимально, по-моему, представлено по отношению к каким-либо другим брендам в Новый год. Так что качество у них, в принципе, такое чуть выше среднего, я бы так сказала. Но коробочки крутые, мне они действительно понравились. Плюс она достаточно большого размера. Я вам сейчас покажу, какой у нее здесь указан. 19 на 19 и на 10 сантиметров. Это, я так понимаю, высота. И все упакованы в пленку, вот в такой полиэтилен. Что говорит нам о том, что они будут не поцарапаны и не испорчены. Как это бывает часто, когда они просто... Вот смотрите, ну красиво. Ну очень красиво. Прям классная. Суперская. И не нужно заморачиваться с тем, чтобы ее как-то обернуть особым образом. Вот так выглядит внутри. Обычный белый картон. Красивые цвета. Довольно неплохого качества. На самом деле, такие подобные коробочки в любых других магазинах с подарками, либо с упаковкой будут стоить сильно дороже. Это однозначный факт. Здесь вот такая вот очень красивая коробочка за совершенно бюджетные деньги. Как ее использовать? Ну, лично я не уверена, что я буду ее использовать в качестве того, чтобы красиво упаковать подарок. Скорее всего, я буду использовать ее в быту, потому что этот цвет мне подходит. У меня очень много косметики. Что-то я храню в коробочках, поэтому да, очень классно. Или гель-лаки точно так же можно хранить в ней. Почему бы и нет? Красивая. Что я, собственно, хотела купить в первую очередь, но не нашла в прошлый раз. А на сей раз вот... Та-да-да-да! Отличная гирлянда из таких вот шариков, которые как будто бы из ниток. Но они, наверное, даже не как будто бы, они реально из ниток сделаны. Да, вот, поближе вам в упаковке покажу. Сейчас мы с вами все откроем. На батарейках. Так, что это у нас такое? Также снежное кружево. Гирлянда новогодняя. Цвет теплый белый. Так, количество ламп 12 LED-ламп. Длина 2 метра. Нифига себе. 2 метра это, ребята, немало. Обычно они прям совсем малюсенькие какие-то делают гирлянды. А тут вот раскошелились аж на 2 метра. Круто. Так, я очень умею аккуратно вскрывать упаковку. Так, это все дело выглядит. Вообще, я говорила о том, что я хочу вот такая коричнево-серый цвет, белый был. И еще голубые вот такие шарики. Но я посмотрела на них, как-то мне не понравилось сочетание. Если честно, вот самый-самый красивый показался мне именно вот этот вариант. Бело-розово-серо-коричневый такой. Тауповый вот. Тауповый цвет, да. Так, сколько здесь всего шаров? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать шаров у нас здесь. 2 метра. Ну, в общем-то, я покажу, как это будет выглядеть. Слушайте, приятный. Там такой пластиковый прозрачный шар внутри. И это все обмотано тоненькими ниточками. Красиво. Красиво, девчонки. Вот я очень сильно ее хотела. Думаю, что пригодится мне не только в Новый год, но и в качестве, допустим, красивого декора на фоне. Да. Следующий товар просто случайно попался мне на глаза и очень-очень приглянулся. Я, конечно, не смогла не купить, девчонки. Ну, в общем, вот, смотрите. Представляете, какая приколюха есть. Увидела в двух цветах. Это называется у нас, как это называется, декоративная тарелка по стоимости 99 рублей. Вот здесь указано. Так, это у нас производитель, что-то не написано. Ну, явное дело Китай. Состав доломит. Здесь, короче, белое такое маленькое блюдце. Вот видно, да. И к нему приклеен вот такой красивый золотой ананасик. Такой же вариант был, но в таком пудрово-розовом оттенке. Ну, конечно, я взяла белый, потому что белый, мне кажется, очень-очень такой универсальный вариант. И, как бы, да. Довольно неплохого качества. Такое. Свойственное фикс прайсу, но неплохое. Вот, посмотрите. Для чего используют, да для чего угодно. Фоточки красивые, пожалуйста. Можете какие-то украшения, допустим, вечером сняли. Стоит у вас такая тарелочка на вашем туалетном столике или на тумбочке. Положили сюда свои золотые украшения. И глазу приятно и функционально. Я обязательно найду, как применить эту тарелку. Но мне очень сильно понравилась такая задумка на самом деле. Прикольная. Как раз у меня уже закончились салфетки. Не знаю, почему в прошлый раз я их не взяла. Взяла на серос вот такие обычные белые салфетки в количестве 180 штук. Производитель Лилия. Обычные, плотные, довольно неплохие белые салфетки. Что еще о них говорить, я не представляю. Но вот в основном такие я там и покупаю, когда бываю. Мне нравятся именно белые. Я не очень люблю цветные салфетки разноцветные. Поэтому вот такие белые я, как правило, и покупаю. В своем предыдущем влоге я вам рассказывала и показывала, что покупала семечки, которые мне понравились из фикса. Вот такие семечки от Мартина с солью отборной. Я взяла маленькую упаковочку в магазине Пятерочка. Там было 100 грамм, стоили они то ли 53, то ли 56 рублей, что-то около того. Я сказала, что в фиксе они стоят 55. Нет, они в фиксе стоят 77, но здесь 200 грамм. Соответственно, получается в любом случае намного выгоднее, чем если брать в той же самой Пятерочке. То есть 200 грамм, абсолютно аналогичные семечки, стоят 77 рублей. Поэтому, да, на самом деле выгоднее. И мне они очень понравились. Вот прям понравились. Мне нравится их теперь грызть по вечерам. Так что, да, могу советовать. Как обычно, также в фиксе я покупаю водичку, которая у меня находится в машине. Сейчас как раз я ее туда отнесу. Вот такая вот вода, обычная, святой источник, негазированная. Как бы в машине всегда нужна вода, поэтому вот там я ее и покупаю. Стоит она сущие копейки, я вам сразу, наверное, скажу. Вода, святой источник, 13 рублей 70 копеек. Но куда дешевле, я не представляю. В прошлый раз в фиксе я брала зубную пасту. Какую-то, по-моему, от Сплат. И мне она не понравилась. Все равно она для меня слишком ядреная. Поэтому на сей раз я взяла ту, которую я люблю больше всего. Прям вот самая любимая моя зубная паста на данный момент. Это Colgate Max White. Да, она с легким отбеливающим эффектом, что будет очень актуально всем любителям покурить или любителям попить кофе, к которым отношусь я. Поэтому мне эта зубная паста как нельзя кстати. И я очень могу вам ее советовать. У нее нет никакого ядреного вкуса. У нее нет ядреного отбеливающего эффекта. Она ничего там вам не испортит. Она просто поддерживает зубки в хорошем состоянии. Плюс ей приятно пользоваться, так как она не раздражает ни своим вкусом термоядерным, ни ароматом, ни щиплет, ничего. Просто классная зубная паста. Я ее очень люблю. И она в формате такого геля с маленькими беленькими пластинками. Классная. Могу рекомендовать вам ее 100%. По стоимости она кстати 77 рублей. И что? И последнее, что я купила сегодня в фикс прайсе. Это вот такое мыло Абсолют. В прошлый раз я брала какой-то цветочный вариант. Тоже мне кто-то писал, что оно очень сильно сушит руки. Нет, девчонки, ничего мне не сушило. Отлично справлялась со своей задачей. Аромат был приятный и нежный. Кожа даже увлажненная немного после его использования. В этот раз мне попался на глаза с гелем алоэ. Так, 3 фитокомпонента, 3 против бактерий чего-то. Не содержит триклозан, природная защита и безопасность. Я кстати не знаю как он пахнет. Я не открывала, пахнет приятно. Напоминает мне какой-то кондиционер для белья от Фаберлик, если честно. Вот сейчас прям напомнила что-то. У меня просто стирка там, поэтому актуальна. Так что да, можно брать 55 рублей по-моему стоит. Мыло стоит 55 рублей, так что это бюджетно. Пока я жду свой Фаберлик, попользуюсь с удовольствием вот этим мылом. Так что да, конечно советовать могу. Ну что ж, в этот раз я побила рекорды. У меня очень маленькая сумма покупки. А именно 730 рублей. Так, коробочка стоила 99 рублей. Скажу вам кстати сразу. Так, семечки 77, декоративная тарелка 99, салфетки 50. Гирлянда 199, соответственно. Это я была в магазине в городе Анапа по улице Амелькова 32, который я кстати очень не люблю. Девчонки, вообще я прям не могу. Я так не люблю этот магазин, но просто мы были рядом. Давайте чуть поболтаем на эту тему, да. И поэтому обычно я покупаю все, что мне необходимо в фиксе, в магазине, который находится в станице Анапской. А это в городе Анапе. И мне не нравится этот магазин. Там есть очень странный охранник на самом деле, который почему-то постоянно, я не знаю, либо он так делает со всеми, либо просто со мной. Каждый раз я на него натыкаюсь. Он все время, как будто бы, знаете, ходит за мной по пятаму, как-то нечаянно тиранется, то еще что-то. Взрослый мужчина. Короче, ужас. Это дико неприятно. И второй момент, то, что в этом фикс-прайсе всегда нереальное просто количество людей. Очень узкие проходы. Как-то все так неудобно, как-то все так тесно. А я такой человек, который не любит, когда вторгаются в мое личное пространство. И для меня это вообще просто какой-то кошмар на самом деле. Как-то магазин Ванамска нравится мне больше за счет того, что там попросторнее, нет такой толкотни и давки. Возможно, просто людей меньше. Возможно, как-то более грамотно все организовано. Так что, вот такие вот дела. Ну что ж, мои дорогие, я надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным. Сильно вас не утомило, так как было коротеньким. Но, тем не менее, я рада была снять для вас этот видеоролик. Как всегда, желаю вам всего только самого-самого хорошего. Люблю, целую и пока-пока.